Вы сейчас рассуждаете с пресс-уппозицией, что его травила ФСБ, а это не очевидно. Я осуждаю версию о том, что его травила ФСБ. Я не разделяю эту версию. Я просто фантазирую, что если бы я хотел отравить Навального, я был бы на месте ФСБ. Что бы я сделал? То есть я показываю, на самом деле, таким образом, всю абсурдность, всю абсурдность, подчеркиваю, той версии, которую отстаивает Навальный. То есть я, если вы не обратили внимания, я Навального сейчас как раз опровергаю. Я показываю, что он лжет. Это ложь и клевета его слова. И вот я прошу это так и записать в протоколе. А еще я дружу с Доком, Куком и Смайлфейсом. Так что прошу это тоже учесть, между прочим. Так что, конечно, Навальный лжет. Конечно, никакой ФСБ его не травил. Он вообще самогон попил там где-то в деревне и, блядь, пьяным валялся в туалете в самолете. Говорю, да, мне плохо. Меньше самогона надо пить. И что, аэропорт заминирован, но это не останавливает пилота. Прилетай в понедельник в 10 часов утра. По московскому времени на собеседование. Спасибо, спасибо. Я прошел, прошел собеседование уже. А вы меня не заставите эти самые трусы Навального постирать? А то, знаете, что там у вас люди на испытательном сроке-то делают? Я АХЗ. Понимаете? Спасибо. Спасибо. Ну, на самом деле, я не могу к вам пойти на работу, потому что я работаю в другом ведомстве. Но за предложение спасибо. Спасибо. Отдел кадров, вы солнышки там все. Он все равно сажается в этом аэропорту. Тут же приезжает скорая помощь, новенькая, хорошенькая, полностью оборудованная, с квалифицированным персоналом. У них есть инструкция, что делать в таких ситуациях. Смотрят асиптоматику, вкалывают ему атропин, везут его в больницу местную, которая тоже оборудована. Она, может, на вид не очень, но вообще там есть все, что нужно. И, короче, они спасают Навального жизнь. Так вот, если бы система хотела убить Навального, наверное, бы они сделали так, чтобы там и самолет не садился, и скорая долго ехала, и аэропорт заминирован. Типа, вообще нельзя сюда подходить. Короче. Артемий Татьянович исходит из того, что система, она внутренне однородна. А ответ на ваше рассуждение простой. ФСБ не травила ни скрипали, ни Навального. Новичок, просто красивый бренд для СМИ и сплошное наебалово. Есть такое. Вот все правильно, все правильно. Спасибо неглубоко. Вот, наконец-то, вот в очередной раз мы поняли друг друга с тобой. Спасибо ты, солнышко. Потому что, ну что это такое за супер яд, блядь, которым никого нельзя отравить? Ну что за хуйня? То есть какая-то бомжиха там в Англии умерла, которая, в принципе, и так бы умерла без этого новичка. То есть травили скрипалей, блядь, скрипали выжили. Травили Навального, Навальный тоже выжил. Ну, блядь, ну, по-моему, по-моему, уже после первого кейса уже должны были возникнуть вопросы к этому супер яду. Что это за супер яд такой, который, блядь, нельзя никого убить? Я не знаю. Мы шьяк простой можно использовать. Мы не одобряем, конечно. Я сейчас про компьютерную игру, естественно, говорю. То есть я не знаю. Ну, хуйня, серьёзно. Никуда не годится. И сколько денег ещё потратили на это супер оружие химическое, которое не работает ни хера. Дополню вашу компьютерную игру. Можно было бы заявить, что снайпер-соратник, фанат Тесака и убийцам Стил Энза отношения к заключению морцы. Как вариант, кстати, вполне. А ещё лучше заявить, что это было сделано специально, чтобы свалить на российские власти и устроить дестабилизацию, ухудшить отношения России с другими странами и так далее. Ну и кроме того, да, эти радикалы, они могли убить Навального за то, что он, по их мнению, не настоящий оппозиционер. То есть тоже, тоже как вариант. Или там какие-нибудь разочаровавшиеся сторонники бывшие. Очень-очень вполне себе хорошая была бы версия. Спасибо за донат, ты, солнышко. Был миллион причин, миллион способов сделать так, чтобы Навального не спасали. Зачем вот эти хитро выебанные способы, я не могу понять. То есть, зачем, значит... Просто крепкий мужик с дубиной, и всё. Кратчайшее расстояние между двумя точками – прямая линия. Зачем все эти ухищрения? Если без юродства, неужели в стране, где типичное взаимодействие во внешней политике выглядит какой? Я вот тут нагнусь с озабоченным лицом и штаны приспущу. Воображаемые спецслужбы должны работать по другой схеме. Я не буду это комментировать никак. Ну, вообще, если мы про компьютерную игру, то да, есть такое. Есть такое, полная хуйня как бы. Спасибо, спасибо, гопник-то и солнышко. Если у российского государства нет задачи отравить Навального, то, соответственно, мы смотрим на эту историю со стороны людей, которые не хотят его отравить, а наоборот следят за ним, чтобы с ним что не случилось. Потому что, мало ли, какая хуйня, какая провокация. Может быть, это действительно работает так же, как внешняя политика. Может быть, они, наоборот, готовились к тому, что его отравят. Ну, в таком случае хорошо, что они сами все не отравились хотя бы. А то вот это был бы номер. Хотели отравить Навального в итоге, блядь. Там вся закрытая лаборатория отравилась. В Ланцете, кстати, вышел отчет про Навального. По итогу спасли его в Амске вколов Атропин и подключив игл. Спасибо, спасибо, не голубок ты, солнышко. Но я, насколько понимаю, они вкололи ему тоже, что они вкалывают этим всяким наркоманам при передозе и прочее. То есть, да, и вот этот супер яд, он как бы в итоге, ну, то есть, не получилось ничего сделать, потому что ему, блядь, Атропин вкололи и он выжил. Охуенный супер яд. Вот, замечательно. Не знаю, мне кажется, если бы его мышьяком травили, он бы с большей вероятностью сдох просто сразу и все. То есть, как вот изначально говорили, что ему в аэропорту в кофе что-то подмешали. Мне кажется, если бы ему туда мышьяк засунули или там, я не знаю, клофелин какой-нибудь в большой дозе, он бы просто прямо там же в аэропорту на полу бы просто сдох бы. Блядь, и все. И не было бы вот этой всей эпопеи, как бы, и поэтому я не понимаю, зачем это все. То есть, какие-то просто слишком большое количество ненужных каких-то действий излишних. И поэтому за ним все время ездили химики для того, чтобы чуть что сразу, соответственно, сделать какие-то правильные мероприятия. Но их опередили, потому что Навальный с неба упал в Омск, и в Омске тоже ребята все сделали правильно. Поэтому все эти самые ФСБшники срочно собираются и перелетают в Омск, и идут в больницу к Навальному, чтобы посмотреть, что с ним случилось. Видимо, там они берут какие-то пробы и понимают, что, блядь, пиздец, мы упустили пациента, кто-то его намазал новичком. И они, конечно, в полном ахуе, потому что, блядь, понятно же, что теперь все их обвинят в том, что они отравили. Потому что никто не поверит, что это спецоперация Ми-6, которая до этого отравила таким же образом Скрипалей, а сейчас она отравила Навального, используя своих агентов и используя... Подождите, подождите. Ну, нет, понятен месседж Артемия Татьяновича. Да, это более-менее понятно, что он хочет донести. А если представим, что является наглой ложью, что его отравило ФСБ, и яд является сильным, то тогда это показывает, что налоги уходят в медицину и образование. Ведь наши доблестные врачи смогли спасти эту губу. Есть такое, да. То есть, как бы выяснилось, что в России не такая плохая медицина, да. Ну, видите, хоть что-то хорошее. Хоть какой-то плюс в этой истории. Спасибо, Илья. Спасибо, ты, солнышко. Да, значит, возвращаясь к ролику. Понятно более-менее, что хочет сказать Артемий Татьянович, да. Он хочет сказать, что, как бы, ну, да, вот, значит, они никого не травили, но они просто увидели, что на трусах там, значит, новичок. Они такие, типа, а-а-а, пиздец, надо удалять срочно следы, потому что иначе нас ведь обвинят. И поэтому они пытались там следы замести. Но версия Артемия Татьяновича, она ведь тоже критики не выдерживает. Почему? Потому что, ну, тогда возникает вопрос, почему собеседник Навального по телефону, он, во-первых, сказал, что, да, действительно, не получилось сделать то, что они хотели. Потому что самолет сел слишком радно, да, и поэтому, как бы, провал операции произошел. То есть непонятно, о какой тогда вообще операции идет речь. И второе, когда он получал вещи, он обмолвился о том, что они все, как бы, зачищали. И, ну, в частности, ему указали на то конкретное место, которое нужно особо, то место, которым нужно особо уделить внимание, да, там, Гульфик. Я, я когда слышу про Гульфик, я вспоминаю сцену из сериала комедийного Лорд Блэкидор «Черная змеюка», где он играл этого, там играл этот Роуэн Аткинсон, короче, комедийный актер британский. Вот, там тоже была сцена смешная с Гульфиком. Но там, опять-таки, там не идет речь о том, что это именно новичок. То есть, грубо говоря, до человека, который проводил химическую зачистку, ну, до него, и вообще не довели, я так понимаю, ну, насколько я понял, что именно он удаляет. То есть ему просто сказали обработать вот всю одежду, чтобы там никаких следов, ничего не осталось. То есть это именно что такая химчистка, короче, ФСБшная. Поэтому тут, на самом деле, к версии Артемия Татьяновича тоже могут вопросы возникнуть. Но поскольку я, в общем-то, честный и законопослушный гражданин, естественно, я скорее буду придерживаться версии Артемия Татьяновича, нежели проклятого Навального. Потому что Артемий Татьянович — это уважаемый человек, который родился у, значит, Татьяны Толстой. Поэтому там плохой человек, там не мог родиться, в принципе. Так не получилось зачистить. Новичок нашли же потом. Так в том-то и дело, что они как бы обделались несколько раз. Потому что они как бы... Ну, исходя из ложной клеветнической версии Навального, они обделались несколько раз. Потому что они травили, но не дотравили. И следы новичка удаляли, но не доудалили. Понимаешь, с чем дело? То есть тут как бы абсерд по всем абсолютно, блядь, в фронтам. То есть все, что они хотели сделать, у них ничего не получилось. Если верить Навальному. Но мы Навальному не верим. Потому что Навальный — агент ЦРУ и Госдеп американского. Мы верим Артемию Татьяновичу. Артемий Татьянович — честный человек. По крайней мере, в этом вопросе. То, что ФСБшники полные лохи, и вообще это давно не элита какая-то гениальных разведчиков. А это просто, блядь, колхозники под прикрытием. Не одобряем, не одобряем. Ну вот Мирукая в чате пишет, так и есть. Действительно, колхозники. Клик-клик, забанил Мирукая. Все, Мирукая, не пиши, не пиши. Такие гадости. Настолько тупые, что они не могут просто не пиздеть по телефону, а своих рабочих делах. Что, конечно, абсолютно просто феерическая тупость из всех возможных тупостей на свете. Но, что они делают? Они снимают с Навального одежду. Они как могут моют тело, чтобы на нем ничего не осталось. Это занимает какое-то время. И они отдают его, собственно, немцам, понимая, что... Да, в ФСБ идут лучшие люди. Потому что стирать трусы Навального, знаете, абы кому не доверят. Только очень ответственные люди, интеллектуально развитые, достойны того, чтобы стирать трусы Навального, я считаю. Если будете плохо стирать трусы Навального, вас отправят стирать трусы Ежа Сармата. Вы спросили, в чем провал. В этом и провал, о котором он говорил, что не точист. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, не голобок. Там контекст совершенно другой разговора. Потому что он говорит, что в Томске пошло не так. И в итоге этот самый собеседник начинает рассуждать на тему того, что типа, ну вот, самолет слишком быстро посадили. Что типа, если бы он летел там до конечной точки назначения, то было бы все нормально. А тут скорая помощь, значит, сработала слишком быстро. Поэтому нет, там совершенно другой контекст. Понимаешь, в чем дело? То есть там именно идет обсуждение отравления, а не очистки трусов. Про очистку трусов начинается уже после этого. Спасибо, не голубок ты, солнышко. Следов новичка больше нет, нигде не осталось. Взяли кровь, послали в Москву, в Москве покрутили в центрифуге, говорят, блять, кровь чистая, все хорошо, можете отсылать. Короче, разрешили Навальному сесть на самолет. Вместе с ним села его жена и Мария Певчих, которые каким-то загадочным образом разрешили сесть на этот самый частный самолет. При этом тот день, когда случилось отравление, Мария Певчих хватает ребят, они бегут в номер к Навальному, собирают там бутылки святого источника, кладут их в пакеты, и потом это будет типа... Было бы эпично, если бы следствие решило, что Навального убил националист СИПа за игнорирование самоубийства ТСК. Как тот ебнутый чухонец светого чуть не порезал. Путин траур бы устроил. Песков выразил соболезнование. Такая утрата. Какое ужасное стечение обстоятельств. Надо было чухонца, короче, и посадить с этой, со снайперской винтовкой или с ножом. Такой чухонец с криком, как бы. Ты не знаешь, что такое улица, как бы. Блин, ты прыгаешь на Навального. Бьет его протезом головы своей. Спасибо, Евгений, ты солнышко. Вот это был бы номер, конечно. Да, по поводу того, как эту самую Певчих каким-то непонятным образом посадили в частный самолет. Бля, она человек Лондона, алло. Она, походу, вообще может входить в любые помещения, как бы, открывая дверь ногой. Вещественное доказательство, что мы нашли следы новичка на этих бутылках. Хотя этот самый Кудрявцев в разговоре с Навальным говорит, а что на бутылках ничего не было, там ничего не могло быть. Потому что он понимает, что яд был нанесен на трусы, и никак с трусов, я не знаю, может быть, если только кто-нибудь попытался с утра поебать бутылку, там могли остаться следы. Но, типа, чувак говорит, ничего на бутылках не было, поэтому это просто какой-то спектакль. Плюс мы знаем из сообщений прессы о том, что у Марии Певчих в багаже не было воды. Она воду купила уже в терминале, когда вылетала в сторону Омска из Новосибирска, то есть, соответственно, у нее не могло быть той бутылки с водой с новичком, которую нам в этом спектакле показали. Дальше развивается спектакль, который все видели, что Навального охраняют в СБшнике, мрачные люди пришли в больницу Омскую. Значит, главный врач Омской больницы вообще самый плохой человек на свете. Тут же в одну секунду стал самым плохим, потому что к нему Навальный сам в качестве пациента лег. Есть такое, да. Они подсылают ко мне киллеров, я их всех убиваю, короче. Спасибо тебе, мастер, ты солнышко. Спасибо за евро. Как только Навального перевезли в Германию, и там его везли на 20 машинах, и поставили три кольца оцепления, и 100 солдат, и вообще потратили миллион долларов на бюджет, там, конечно, это не обсуждается, потому что, да, в Германии защита, но это понятно, мы защищаем человека. А в России зачем его больница защищает? Нет, это кровавое ФСБ сидит и не хочет, чтобы жена к нему пришла. Потом Навальный продолжает расспрашивать этого чувака. Правильно все говорит Артемий Татьяныч, правильно. Как и чувак сливается, новые-новые подробности, из которых можно восстановить картину следующую. После того, как они обнаружили, что Навальный отравлен новичком через трусы, через гульфик в трусах. Просто, чем носить такую модель, носил бы боксерские трусы, и было бы меньше шансов отравиться, потому что они не так плотно прилегают к телу. Они в больнице сняли одежду, положили ее на склад у транспортной полиции, и через несколько дней, когда становится понятно, что, блядь, да, действительно, новичок, да, действительно, суки нас опередили, да, нас подставили, обыграли, и сейчас нас, собственно, конкретно поимеют, потому что теперь хуй оправдаешься, что это не ФСБ отравил Навального, а не ФСБ решает сделать такую спецоперацию по уничтожению следов новичка. И они, веря в свои силы, приглашают всех своих химиков, специалистов и так далее, выписывают этого чувака, и задача чувака очень простая. Бля, можно было просто сжечь это белье и, как бы, сказать, что оно просто потерялось на складе. Блядь, нахуй его мыть и потом возвращать. Дают одежду Навального и говорят, чтобы не было никаких следов новичка, и он, собственно, замывает следы, промывает швы, и одежда, как новенькая, то есть, это просто операция называется химчистка, по-русски, только она специальная химчистка, чтобы не найти ничего. Потом мы получаем новость из Германии, что они все-таки нашли новичок в крови, наши все абсолютно в полном ахуе, потому что они, блядь, не слышали даже, что бывает техника такой чувствительности. Они понимают, что да, и немцы, и шведы, и французы, и УЗХО, они нашли следы, не рассказывают как, для того, чтобы мы не догадались, какая у них есть методика. То есть, у них техника на уровень выше, это примерно как мы сидели бы с дисковым телефоном, а у них уже айфоны. Короче, тут... А либо они сказали, что в его крови обнаружили новичок, но это блеф, либо так. То есть, именно поэтому они и не говорят, как они обнаружили, потому что на самом деле они ничего не обнаружили. Так, все, досмотрели до десятой минуты. В общем, одобряем мнение Артемия Татьяновича. Артемий Татьянович все правильно рассказал, поэтому я не знаю, кто там ему, блядь, дизлайков столько налепил. Это все, наверное, агенты ЦРУ. Так, пишет, не одобряем разжигание межнациональной розни, я же на самом деле не убивал украинентов. Да, но это шутка, это очевидно, я даже не считаю нужным это пояснять. На самом деле, я сам украинец, если честно, поэтому, в принципе, люди, у которых есть чувство юмора, они правильно воспринимают мои все вот эти антиукраинские пассажи, вот даже Капитан Влад, например. Ну, кстати, Капитан Влад, он в свое время в хороших отношениях с тем же Вальновым был. Капитан Влад, он украинец, он прекрасно понимает, что это просто, ну, как бы юмор, и поэтому он серьезно это не воспринимает. Вот, но люди, люди с очень низким, значит, интеллектом и без чувства юмора, они вот и воспринимают это как какую-то искреннюю украинофобию. Ну, в принципе, это их уже проблемы. По-моему, по-моему, достаточно смешно получается. Так, далее, далее. Сейчас мы, походу, до конца будем досматривать ролик Навального изначальный, потому что нам на него все-таки вдонили. Вкинули, вкинули нам денежку. Да, вкинули. Слушайте, по донатам сегодня, мое почтение, дамы и господа, мое почтение. ФСБ хотели посадить Навального на бутылку, на которой был новичок, чтобы отравить, но что-то пошло не так. Да, потому что, когда эта бутылка вошла, они потом не смогли ее найти, чтобы вынуть. Как бы она так и осталась внутри навсегда. Вот, и это повторилось 10 раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok